всем доброго времени суток сегодняшнем видеоуроке мы с вами сделаем вот такую вот фею девушку с крыльями сегодня мы рассмотрим как сделать летающего аватара и так чтобы наш аватар летал нужно добавить ему крылья ну прежде всего мы возьмем аватара чтобы нам было не очень скучно я возьму тот который я когда-то делала вот такую девушку и добавим для нее крылья аватара вы можете взять любого какого хотите можно стандартного можно такого которого вы придумали это не имеет никакого значения крылья у нас находится в аксессуарах в пакете g5 вот некоторые аксессуары которые есть в этом пакете и вот в частности крылья подводим курсор к крыльям и дважды щелкаем левой кнопкой мыши и вот мы видим что крылья применились к нашему аватару что мы теперь можем сделать мы можем эти крылья уменьшить увеличить если мы возьмем наши стандартные кнопочки вот видите я уменьшаю ну вот сделаю вот такого размера теперь мне не нравится что они чисто белые я хочу немножечко изменить им цвет для этого я захожу в панель материалов и вот здесь вот диффузный цвет я изменю вместо белого поставлю ну вот немножечко такой розово-фиолетовый под костюм нашего аватара здесь можно поиграться с разными настройками вот смотрите я не буду сейчас на этом останавливаться мы об этом говорили в других уроках все это вы можете попробовать посмотреть суть урока нашего не в этом сейчас вот к примеру у нас получились вот такие вот крылья вот чтобы они не очень бликовали мы сделаем вот так теперь давайте посмотрим как же она она должна летать если мы сейчас запустим анимацию у нас ничего абсолютно не происходит возвращаемся в начало анимации щелкаем правой кнопкой мышки по аватару у нас появляется окошко в котором мы выбираем вот эту вкладку и выбираем вот эту вкладку теперь если мы два раза щелкнем по аватару левой кнопкой мыши то мы увидим видите вот она уже и полетела но вот это стандартное положение ее нам оно не нужно у нас ведь будет свой сценарий и чтобы она летела так как нам нужно желательно задать ей путь как задать аватару путь мы с вами рассматривали в уроке ай клон 6 путь вот я сейчас быстренько его сделаю добавляю аватара на наш путь разворачиваю чтобы она летела лицом и смотрим сейчас что у нас получается вот наша фея назовем ее так летит по пути и видите что у нас получилось сейчас вот я немножечко подвину экран чтобы было лучше видно вот она какое-то время машет крыльями а потом крылья останавливаются она просто продолжает свой путь без взмаха крыльев как это исправить чтобы мы хорошо понимали что у нас происходит мы сейчас добавим нашего аватара в шкалу времени и добавим путь вот я поставила галочки и смотрим вот у нас появилась девушка которую зовут елена и вот наш путь мы немножечко подвинем вот так вот шкалу времени чтобы легче было ориентироваться давайте теперь внимательно посмотрим что мы видим на шкале времени вот если мы проигрываем нашу анимацию вот мы видим что в этой точке у нас закончилось движение крыльев вот оно на этой дорожке а вот это вот ключевой кадр окончания нашего пути чтобы наша елена могла до окончания пути взмахивать крыльями мы можем поступить несколькими способами например мы можем растянуть вот это движение вот оно у меня выделено только обратите внимание для того чтобы это сделать у вас обязательно должна быть активна вот эта кнопочка подводим курсор вот сюда и протягиваем до окончания нашего пути вот это вот этот маркер обозначает окончание нашего пути и давайте теперь посмотрим что у нас произошло и вот мы видим вот она летит но ее крылья движутся намного медленнее давайте для наглядности я сделаю еще вот так вот я растяну чуть больше и марку пути нашего я тоже не немножечко передвинул в конец вот так и смотрим что у нас теперь получается видите как медленно медленно она взмахивает своими крыльями для того чтобы этого не получалось мы поступим другим способом мы уменьшим это движение так как оно было здесь я немножечко увеличу время так чтобы у нас был виден полностью путь я остановлюсь на вот это движение нажимаю клавишу control и левую кнопку мыши и протягиваю и видите что у меня получилось у меня получилось точно такое же дублированное движение я его приставляю сюда до конца нашего пути оно не дотянуло поэтому я делаю эту операцию еще раз и вот что у нас получилось теперь возвращаемся в начало и смотрим вот она летит крыльями машет так как в самом начале так как положено и доходит до самого конца нашего пути вот вместе стыка наших движений можно еще сделать более плавное движение при помощи вот этого перехода либо растянуть его либо уменьшить это нужно смотреть пробовать так как нам нужно и так в зависимости от вашего сценария вы можете сделать либо взмахи крыльями быстрее либо медленнее давайте еще раз посмотрим как она двигается у меня она двигается очень медленно хотя крыльями взмахивает но здесь сейчас не в этом суть и так в сегодняшнем видео уроке мы с вами научились создавать аватара который летает на этом наш урок окончен всего вам доброго до новых встреч